добрый день сегодня в качестве примера приведу некоторые продукты натуральные продукты и их синтетические аналоги вот токоферолы все вы его знаете это витамин е во первых синтетически присутствует только четыре формы относящиеся к д-ряду это химическое понятие более подробно о токоферолах о витамине е как таковом подробно расскажу в отдельной лекции по токоферолам так вот токоферолы заменяют синтетическим аналогом роцемат это смесь 50 процентов правой и 50 процентов левой формы самого токоферола одного единственного из четырех и здесь еще присутствует ацетата удобная форма с точки зрения фармацевтики так вот и формы в организме вообще нет и в природе ее тоже нет это синтетический продукт по существу l-форма как мы видим в рацемате и и 50 процентов относятся к чужеродным веществам для систем нашего организма а фармацевтических препаратах он присутствует какие последствия и насколько они трагичны для нашего здоровья мы это рассмотрим тоже в отдельной лекции вот есть еще четыре формы витамина е вообще витамин е 8 форм 4 форма токоферола и вот еще четыре формы токатриенолы тоже относящиеся только к д-ряду а в аптечной продукции они вообще отсутствуют и синтетических аналогов нет они занимают очень важное место не только в профилактике но и в лечении ну к примеру того же атеросклероза витамин c как раньше его называли до сих пор многие называют аскорбиновая кислота фактически вот сам по себе витамин c является смесью целого семейства продуктов а синтетическая аскорбиновая кислота это всего один единственный продукт и он никак не может быть полноценной замены витамину c хотя да сам по себе вот сама по себе аскорбиновая кислота не так страшно как иногда нас уверяет просто она имеет несколько меньший эффект при ее использовании вот в отличие от конкретно природного витамина c состоящего из нескольких веществ вот замена вентамина c синтезирована не путать синтетическим есть синтезированный витамин c есть синтетический и вот замена витамина c синтезированную синтезированной аскорбиновой кислотой в принципе возможно ничего страшного в этом витамин b6 данный витамин может совсем быть заменим синтетическим он не имеет многих форм самое главное чтобы вот такие синтетические аналоги были хорошо очищены а ведь существуют совсем неадекватные замены природных продуктов на синтетические вещества фармацевтических препаратов очень неадекватный как тот же витамин е вот некоторые природные вещества необходимы для нашего организма в синтетическом виде вообще не существует к примеру гамма токоферол есть только в природном виде синтетическом он не существует вот гамма токоферол как компонент природного комплекса витамина е подавляет полиферацию размножения раковых клеток простаты и легких и стимулирует их апоптос это программируемая смерть раковых клеток обладает сильным антиоксидантным противовоспалительным действием подавляет полиферацию раковых клеток кишечника что конечно не делает синтетические продукты и вот обратите внимание что пероральное потребление витамина е только в форме от а токоферола синтетический токоферол вместо полного природного комплекса снижает уровень гамма токоферола в плазме крови то есть все свойства при дефиците природного продукта будут исчезать вот вам и снижение противораковой защиты и когда говорят о том что витамин е очень хорошо действует против рака он не один действует конечно но участвует в этом то речь идет о природном витамине е состоящим из всех восьми своих форм а не одном единственном фармацевтическом альфа токофероле вот второе место по смертности от недостатка природного витамина е занимает сердечно-сосудистые заболевания для решения этого вопроса необходимы даже не токоферолы а токо-триенолы и они рассматриваются как безопасная замена фармацевтическим препаратом статином снижение холестерина крови вот четыре формы токо-триенола ликопин фитостеролы природный витамин c все это вместе подавляет синтез холестерина и стимулирует удаление липидов жиров из плазмы крови то есть препятствует основному бичу современности сердечно-сосудистым заболеваниям это пока только фрагментарная информация она предназначена для понимания важности изучения важности знания информации важности понимания вообще того что мы едим что потребляем какие фармацевтические продукты какие бады можно принимать а какие лучше стоит обходить стороной это все более подробно мы и будем рассматривать наших лекциях нашем курсе по нутрициологии на сегодня все оставайтесь с нами ставьте лайк подписывайтесь на канал до новых встреч будьте здоровы